всем привет ребят в общем иду в поликлинику пришел тест не отрицательно все хорошо так что бегу теперь на прием вы знаете я сегодня целый день билась и сейчас время уже почти шесть часов я целый день звонила в регистратуру не сказали вчера у меня взяли тест и сказали позвонить я с утра после 12 я начала звонить после 12 в регистратуру ну как бы дозваниваюсь за них спрашиваю результат они мне говорят звонить не к нам вам позвонят ждите я подождала целый день ну как бы я тушь не ждала нервничала мне же как-то нужно определение узнать что и как короче прождала через два часа позвонила опять говорю так и так она говорит нет мы такие сведения не даем я попадала сколько три раза звонила попадала до одно и то же сейчас вот буквально минут 15 назад я дозвонилась другая взяла женщину на трубку я уже начали объяснять уже не так спокойно я уже была на на нервах и я или объясняю так и так такая ситуация понимаете проходит день мне никто не звонит из поликлиники я не знаю какой мне тест мне нужно у меня больничная как мне тех врачу что мне делать вы мне сейчас объясните я только могу дозвониться до вас до регистратуры она сейчас девушка все узнаю вот она молодец давай там узнавать в общем нашла сказала мне отрицательно я говорю а как мне быть то что мне нужно идти больницу она сейчас записала меня на прием сказал подходите все я в общем бегу чувствую себя в рыбу ничего но у меня ночью вечером уснуть не могу мне болят икр ног и вот так случится речка тут 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 фунтс 7 7 ну как бы это у меня давно было потом прошло сейчас опять это возобновилось так что не нужно еще кровь сдать что дали направлении кровь не нужно старик у меня гемоглобин иду сейчас я узнаю что и как на улице на сегодня ничего прям так тепло минус 5 градусов всего лишь хорошо снежок потихоньку идет до дышать тяжело ватами то что я бегу такая быстрее быстрее из-за этого я запыхана вообще жесть еще снег мягкий и дежурной теканал мужчин как будто на одном месте не можешь пройти повернул чтобы не поворачиваться смотрела есть машины линия что устала так долго сидела дома никуда не ходила тут иду по улице верно припотела чуть-чуть мы обалдеть всем хорошего денечка позитивно цели день удачи в общем ребята сейчас сумас иду сейчас целый час мне целый час мне парили в этой поликлинике меня голос попал вышел на свежий воздух не могу прям мне наверно давление вот так подпрыгнула сейчас искали мою карту и и нету нигде у меня больничный до 24 давай там выяснять там бригада их собралась целая куча в регистратуре карты нигде нет заведующий нет она уже ушла в общем не больничный по 24 говорит почему вы не звонили 24 девушка понимаете я во когда врача вызвала мне врач когда пришел и сказал когда мазок я сдала они сказали вас к вид никуда не ходить не звонить к вам придут мазок возьмут лекарства дадут все как мне сказали я так и сделала ну сейчас карты мои нет сказали завтра прийти в 10 часов заведующий будет наверно карта у нее пока видны вопросы наверное она решает так так мне сказали сейчас в регистратуре там они конечно долго искали долго советовались в общем зря бегала иду обратно но я чувствую себя очень прям вообще я есть я игру я там чуть не упала мне до такой степени ну видно я разволновалась сама не знаю почему как сейчас удуть исполняться фух на свежем воздухе сейчас веду сыночки что-нибудь возьму у меня гуру прям конкретно все перекрывает как знаете голос пропадает и дышать тяжело но это на улице мне всегда так было я как буду на улицу не постоянно держать тяжело знаете не хватает воздуха сейчас такой ситуации то что так вот у нас работает я считаю что это меня у всех работает эту завтра 10 часов не знаю что будет вкусняшек каких-нибудь у меня все есть сейчас булочки степанова за вкусный в общем иду потихоньку так хорошо ребята я реально не знаю вообще есть у кого-то у кого-нибудь такие ощущения я на улице задыхаюсь у меня сейчас это пусть я иду и мне прям дышать тяжело на что-то так страшно на войну как бы нормально было сейчас вот иду мне не хватает воздуха это вообще ужас есть у кого-нибудь такое ощущение так страшно то иду нормальненько-нормальненько и начинаешь задыхаться я сейчас шла у меня два раза паника начиналась потом раз раздышалась и нормально в принципе я не спешу иду потихоньку но иногда вдохну так что-то страховое вообще не знаю я после ковида такая как я задыхаюсь или что не могу понять у вас есть у кого-нибудь что захватывало дыхание на улице всем доброе утро в общем я бегу опять в подклинику сегодня у нас минус 7 0 100 хорошо пока только вышли не пойму ну чё жить бы дышится нормально хорошо не тушки мои ребят уточки мои сладкие спят еще не до полу ночи жарухаются не спят так что сейчас бегаю узнаю что да как у меня температура 30 стоит это кущение как будто я прослышу темче в шоке вот как столько времени лечилась лечилась сейчас состояние такое вообще не могу я поудею короче всем хорошего денечка позитива лица дней в общем стою в поликлинике народу очень много карты моей нету ищет в общем с одного кабинета в другую сейчас вызову зарегистратуру стоит короче бегаю карты найти не могут как обычно все в общем нашла карточку отметили все мне завтра на прием к врачу записали потому что сегодня нету ничего сказали завтра пойду на прием к врачу и мне нужно взять анализы потому что я говорю я себя сказалось думать чувствую себя неважно и из-за этого завтра пойду что мне сдать все анализы как я буду дальше себе сейчас еще ребят хотела я такой этот рассказать историю в общем у нас здесь кабинете есть одна женщина мне она короче не нравится вообще безумно прям она там со всеми ругать скандалит я не помню какие зовут в общем это неважно я все равно я назвать не буду в общем и тут нет говорят книг кабинет идти я короче идут думают это же все жесть надеюсь любой любое что-то ты хоть что-то сделаешь заходишь у меня маска короче она так всегда до снег докапывается ну такая грубенькая и я кня захожу и тут ее нету там другая сидит ну такая хорошая мы так все с ней поразговаривали я все объяснила все рассказала все карты мои нету ищет ищет короче тут уже сколько там два часа почти там прохожу ну можно три наверно часа больше да я с утра сейчас время у нас сейчас скажу сколько ох ты 12 часов а есть девяти часов там было короче выхожу я от нее в регистратуре там возле регистратуры я пока стояла есть дочь и переговорила пока искали все короче находит мою карточку говорят идите там в такой-то такой-то кабинет ну совсем другой кабинет ну еще я пошла захожу в этот кабинет а там та которая мне не нравится я захожу на такая маска хорошо деньги не может такая привычка уже выработалась я думаю ну не знаю как она у меня хорошо маска одета вот так вот прям у меня одета масочка было вот куда еще лучше маска хорошо деньги игру на хорошо одета короче все жалобы какие симптомы что у вас я объясню что у меня я гру сегодня можно мне сдать кровь или чё там что где сегодня пройти ничего у нас нету на сегодня как я не могу господи вот как как вот такой человек группы работает это вообще ужасно я не я не знаю я вот уже сколько раз не сталкивалась столько раз прям ужасно очень очень ужасно короче на завтра внутри часа дня у меня прием я говорю вы сегодня мне выпишите она на анализы мне нужно кровь создать а завтра я уже к врачу приду у меня будут все анализы мы не имеем это право сначала врач должен посмотреть это не господи такой короче завтра по 23 часа расскажу что это а сейчас я иду домой я думаю мяско достала хочу сделать макарошки спагетти со свининкой сингута порезать чаще сливки возьмем соус сливочный сделаю сыр чтобы хорошо было что вкусняшку пойду готовить здесь у мужчине плохо было остановилась спросила что и помочь сузали нет не надо шутся все короче набралась иду домой а такая хлеба взяла сейчас зайду на почту неужели я вчера забыла мне же пришел заказ а и он мне нельзя же было с дому выходить так что я его не могла забрать а вчера считаешь к поздно если бы я про него вспомнил хоть на чуть-чуть я взошла за ним сейчас вспомнила в магазине такая шарик вспомнила объемы короче паду сейчас заберу сразу отнесу на работу девчонка потому мне заказик стоит надо отдать и я что еще в больнице так интересно они мне спрашивают вам что не сказали что 24 надо было вызывать врача я говорю нет у меня 20 был врач что он мне сказал я вам сейчас все расскажу не врач сказал принес лекарства я говорю мне дальше что делаете 10 дней пьете лекарства по инструкции хорошо дальше что на десятый день к вам придет врач и возьмет мазок потом результат будет мазка смотря какой будет положительный отрицательный вам позвонят и тогда вы пойдете сами в поликлинику вам позвонят я что звонила не такого не говорили я говорю а я вам звонила вчера целый день чтобы не узнать результат вы мне ничего не отвечали отправляли то в одну сторону то в другую сторону ну ясно так что я успокоилась сейчас иду домой готовить вкусняшку я кстати с утра еще ничего не ела я думаю с утра не стала есть думаю вдруг приду сейчас не отправят на анализы я из этого не стала ничего кушать побежала это кушать хочу голодная не знаю что я сейчас буду есть так что такие гонана по что не забудете в общем прибежала я еле доперла ящик с его нам час я открою покажу и смотрите у меня сколько хурма она заморожена сейчас я ее помою все половину я еще также заморожен я люблю такую брать заморожены потом я открываешь такой это бомбически но я люблю так не знаю кто как я помою и половину заморожен я сейчас поем и сейчас я быстренько снимаю распаковочку его и будем готовить кушать отечая попью мне ну кое-куда нужно сбегать парам в общем я прибежала домой и так и не успела покушать потому что думала сначала приду и буду готовить и не успела снять распаковочку эйвана потому что времени очень мало было сейчас белая и сниму успокоить своих теплых обалденных бегу-бегу по-быстрому в общем ребят сейчас я буду готовить пасту со свинины сливочном соусе для этого нам понадобится свинина кусочек спагетти чесночок сыр пармезан и сливки у меня 20 процентный сейчас будем готовить водичку для спагетти и уже поставила снимал я сегодня что повтору я так смеялась против снимал сейчас буду готовить так я показала что нам надо мясо решила сделать хотел сначала шла дорогу хотела взять ответ у меня будет готовить час пиццу в общем вкусняшек мы наготове хотела грудку взять грудки сделать это вода что мне грудку покупать тоже надо есть так что я решила сделать свинины взяла сливки сначала сейчас чесночок нужно обжарить чуть-чуть масло так скажи мне кого досточку маленькую она любит маленькой досточки потому что я большую забрала чесночок не чистим я сейчас его раздавлю резать не буду просто раздавлю для аромата масло добавляю сковородочку обжариваю так лучше закладывает чешу надо мне сушами делать в общем так вот надавливаю сковородочку еще правда не включила сейчас включу так вот мы и свинина начинаем не резать что у меня за кусок тут я не знаю какой-то разморозила как обычно у меня загадка такой кусок я найду такой будет эту шкурочку жирок жиров поснимает у меня не было а пантерка тут как тут да сейчас пантера сейчас я тебе там жирочек я выкину обжаривайся 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 ой чесночком запахло я еще хотела знаешь этот взять как называется грибы помидоры вообще забыла я просто сейчас невзначай шла с магазина и такая у вас на свое тесто за баба твоим и пиццу я про этот что там помидоры я даже не думал хорошо обжарится я его вытащу добавлю мяско вдох выдох пошел ой пантер ну щас я тебе дам еще чуть не наступила порезала мягко закинула она короче весь творчит хорошо его в очках мне не попадает все нормально все хорошенько сейчас опять жарю потом добавлю сливочки все у меня вода закипела сейчас я буду варить погиб сейчас мы обжариваем мяско сейчас посолю поперчу и там идет яйцо еще я что-то подумала я яйцо не хочу добавлять но по рецепту надо да свет как ты думаешь там желток вбивается и он по рецепте добавляется желток в битву в пасту ну я читала там есть я короче подумала что я так не хочу уже по-своему а у меня чуть уже на миле на голове все закипели у меня макарошки смешаем их ооо я вообще в пакете когда готовлю я всегда их это ломаю а сегодня они у меня будут не ломаные как возьму такой ем я уже не хочу безумно сейчас я туда отправляю сливочки они сливки покипят сыром спагетти славится я себе складываю и длине закипела теперь я так отправляю спагетти немножко держу придерживая на все так вкусится все почти все и под крышечку ее и какая она у меня беда закипания закипит сейчас нужно будет мешать чеснок беру просто так вот надавливаю и не режу закидываю масло сковородочку зажарится будет аромат я уберу чесночок и закинув свининку нарезанную соломкой сейчас этот кусочки режу соломочкой буду обжаривать честно чего так вот обжарилась и теперь его убираю у него не нужен здесь нарезала ну вот такими разными кто как хочет кусочками нарезает я вот так нарезала отправляю сковородочку где обжарила чеснок мясо у меня готово каждый специи любит кто какие добавляют у меня соль и перец больше не добавляю здесь у меня спагетти уже будет сейчас готовая я все не буду добавлять потому что мне не все любят с мясом сейчас добавляю сюда сливочки они покипят сливках и все я добавляю спагетти и у меня паста готова еще добавлю сыр пармезан прям сливочки я добавляю сыр пармезан все хорошо перемешиваю и добавляю спагетти пасту все ребят спагетти мне приготовилась мне очень мне нету прихватки такой я беру вот так вот вилкой отправляю все сюда все так вот перемешалась моя паста вкусненько готовы сейчас будет снимать пробу тадам вот мое блюдо готово паста сливочном соусе со свининой сверху сыр пармезан сейчас будет снимать пробу всем приятного аппетита я не знаю где мне встать удобно чтобы показать что я кушаю потому что на столе у нас это делается тесто стоит там снимаю пробу вам все ребят вкусно за счет на пальчик нужно пытать вкусняшка муж провод не хочешь сейчас присудила могу иметь такие красные жарковато то что ребят симпретом все у меня светик мы светлана делает пиццу так намазываем кетчупом без майонеза до сервер сверху бы минус может не будем то жирно сильно будет будем нормально можно поставим он еще должна постоять чуть-чуть здесь колбаску нарезали ну чего чуть-чуть есть хватит без без этого без помидорки сыр вот такой у нас будет голландский такой вот такая вот ребят у нас сегодня просто колбасочка здесь сделала сетку майонезную сейчас она еще настоится чуть-чуть тесто должно подойти в теплом месте духовочки потом поставлю на 15 минут сверху потом сырок в конце и будет бомба все ребят пицца подошла отправляю их духовочку будем жарить я жарю их по отдельности вот у меня вторая она пока сверху у меня стоит ждет своей очереди все ребят первая пицца мне приготовить но он смотрите там краешек у меня чуть подгорел обалдеть с ручком натерла сейчас отправляю вторую вторую отправляем надо короче не не забыть что она у меня жарится все ребята вот первая у меня готова ну она вот эта края этой подгорел этот соус не к соус этот господи кетчуп потому что она тут снизу смотрите вся идеальная ничего нигде не подгорела а здесь я думаю что это она у верхней штуки стояла прям самом верху из-за этого она поджарилась так что сейчас буду резать и будем хамечить все пиццу мне нарезала сейчас будем пробовать пробуй снимать кстати вкусненько всем приятного аппетита все ребята вот моя вторая готова сейчас я сверху срочек натиру натиру и будет и все логичек все сырочек расплавился вот она мне 2 хорошо поджарилась сейчас я нарезаю и все чай ставлю мы будем чай пить спицу есть всем приятного аппетита вот сколько у нас спицы получилось здесь я нарезала и здесь тут чуть-чуть позарилась но вкусные ребята очень вкусная красота вкусняшечка